Привет, интернет! С вами Илья, это наш Игродень и новый топ игрушек на Android и iOS за последнее время. Сегодня, как обычно, будут самые интересные и увлекательные мобильные игры, так что, ребята, усаживайтесь поудобнее. Ну а так, жмите лайки, пишите комментарии и давайте начнём. И сначала у нас рекомендация. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество, для тех, кто любит открытый мир и его историю, Предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ серверов легендарное мой РПГ World of Warcraft Serious, модифицированное дополнение Лич Кинг, новые эксклюзивные расы, добавленные обновлённые подземелья и рейды из Burning Crusade, новые поля боёв, различные PvP-режимы и третья PvP-фракция Ренегаты, которые являются одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2, мир системы категорий. С получением каждой ты можешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажей. Algalon X4, новый мир для ценителей времён 3, 3, 5, А. Тут ты сможешь быстро догадать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Назови друзей с собой и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которой ты сможешь стартануть на Sirius ещё быстрее. Что ж, мы переходим к мобильным играм. И первая игра на сегодня это Lost in Play. Приключения, которые портировали с ПК на смартфон. Игры доступны в App Store, а также Google Play. Причём в первом аркете она находится в топ-3. Приключения, игроки могут скачать демо-версию и после неё вы можете уже купить полную версию данной. Игрушки. Игра предлагает более 30 уникальных головоломок и локаций, вдохновлённые сказками и легендами. Например, на одной из локациях брату, одному из главных героев, нужно будет достать меч из камня, подобно королю Артеру. Короче, игра клёвая, так что попробуйте. First Person Hopper. Отличная мобильная аркадка, в которой игрок участвует в разных режимах. С одной целью кидать баскетбольный мяч в корзину. Для этого нужно будет нажимать кнопку броска и отпускать её в нужный момент. Игрушка вышла 7 июля и думаю она стоит тоже вашего внимания. Здесь есть игровые покупки, но нету лайн-элементов, наподобие мультиплеера. Вместо этого можно будет выбрать один из нескольких режимов. Это аркадка, игра на время или дзен. Neat Night Street Underground. Прям как NFS-ка. Короче, сделали копию под мобилки. Это мобильная игра в жанре гонки, которую выпустили в Google Play также 9 июля. Проект предлагает ночной открытый мир, сюжет, гонки с ботами и погони. С копами разработчики вдохновились, в общем-то, NFS-кой и сделали свою версию подобной игры. Oxen Free 2. Мобильное приключение, в котором игроки будут перемещаться в пространстве и времени, чтобы остановить катастрофу. Игра вышла в App Store и Google Play, и её можно исключать, но понадобится подписка от Netflix. В общем-то, игра тоже вполне интересная и напоминает голливудский блокбастер с приятной рисовкой и озвученными диалогами между персонажами. Короче, игру пробуем. Only Abregdoll Edition. Ещё одна весёлая игра. Перед нами симулятор подъёма с земли в космос при помощи больших и маленьких предметов, истящих в таком обозрении. В общем-то, в этой игрушке нужно будет взобраться до самой верхней точки, не упав. Если это уже произойдёт, то нужно начинать всё сначала. Артефакты. Отличная игра про Сталкер с мультиплеером. Это мобильная игра, которая позволяет отыграть роли Сталкера на ваших мобильных девайсах. Проект выпустили 2 июля этого года, и после скача вам нужно будет зарегистрировать аккаунт, и потом вы спокойно можете поиграть с другими игроками. Короче, если вы любите Сталкер и подобную тематику, то попробуйте стоит. Из названия, думаю, уже понятно, что вам нужно будет искать и собирать артефакты при помощи передовых детекторов. Так, ну и последнее на сегодня, и это игрушка Hardbox. Перед нами шикарная голомочка для мобилок. Мы помогаем роботу найти батарейку, и для этого мы преодолеваем огромное количество препятствий. Наша задача это разобрать уровень и найти, в общем-то, путь к этой батарейке. Таким образом мы проводим робота до нужной точки на локации, используя различные предметы. И на самом деле игра максимально сложная и очень приятная, так что попробовать стоит. Игра имеется на Яндекс.Играх, и играть можно в неё как с ПК, так и с телефона. Так, ну что, ребята, наш выпуск на сегодня подходит к концу, и как обычно, жду от вас лайки, комментарии, и подписывайтесь на канал, чтобы быть теми всех мобильных игрушек. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь увидимся. До встречи. Пока.